Пасха – это самый радостный, самый счастливый праздник в церковном году. Пасха – праздников праздник, торжество всех торжеств. Позади путь Великого Поста, молитвы покаяния. И вот долгожданная радость о воскресшем Спасителе и пасхальное приветствие. Христос воскресе! Повище воскресе! Поздравляем друг друга, слева и справа стоящих, трехкратным поздравлением. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Схождение благодатного огня в храме Гроба Господня – чудо, о котором по всему миру молились православные христиане, который в считанные часы разлетелся по всему миру, чтобы в разных уголках нашей планеты христиане смогли зажечь от него свои свечи и лампады. В столицу Кубани благодатный огонь был привезен специальным рейсом. Зажженные от огня лампады встречали духовенство и казаки. Христос воскресе! Воистину воскресе! С праздником всех, с прибытием благодатного огня на благодатную кубанскую землю! Христос воскресе! Воистину воскресе! И вот благодатный огонь доставлен в храм Рождества Христова, как весть о том, что Христос воскрес! Христос воскресе! Храм наполнился светлым свечей и светильников. Пусть этот свет просветит не верующих, а верующих, и еще больше укрепит в вере, в истинный свет, который есть Христос! Ликующий пасхальный перезвон сопровождает крестный ход. Это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. Душа звенит внутри, в такт колоколам. Уста поют святые таинственные слова. Христос воскресе! А руки заботливо прикрывают пламя свечки от прохладного ночного весеннего ветерка. Христос воскресе! Воистину воскресе! Началось пасхальное богослужение, наполненное хвалебным пением и ликованием о воскресшем Христе. Ведь пасхальная служба – это самое радостное событие в жизни каждого верующего человека. Слушаясь в ее слова, проникая в ее смыслы, мы сами наполняемся этой великой радостью. Православные христиане стараются накануне исповедаться, чтобы затем причаститься на пасхальной литургии святых христовых тайн. Мы знаем, что время приводит нас к смерти. Но Бог сделал саму смерть вратами в иную вечную жизнь. Вечность, в которую так зовет душа. Вечность с Богом, имя которого мы носим и которым освящаем все свои пути на этой земле. Вечность, которая может стать для каждого из нас подлинной Пасхой. Пасхой прекращения страданий, Пасхой утешения, Пасхой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok